Друзья, внимание, начал запись и снаружи, с помощью фотоаппарата, и в сам компьютер записывать. Где-то получается лучше изображение, а где-то получается лучше голос, потом будет выбор. Так, смотрите, с чем я обязан этому фильму? Он будет почти не мой, почти. Дело в том, что мне прислали, я когда-то увидел, поплакался на своем вебинаре, что вот, мол, замечательное, талантливое. Не вот это, нет. А «Уральские пельмени» сделали замечательный, талантливый, смешной фильм. Вот, и он есть, где его найти. А мне нашли и прислали его. Вот он. Вот. И мы его целиком, я его решил записать, перезаписать. Вот почему. Так надо. Почему? Потому что добавляются мои комментарии. Итак, что такое современное садоводство? Современное садоводство. Один из примеров, я его тоже показывал, критиковал в одном из вебинаров. Вы представляете, семь главных дел в саду в феврале. В феврале. Оказывается, в феврале надо резать деревья. Еще шесть важных дел. И каждое дело требует купить, 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 купить. Я не нашел самую лучшую фотографию. Ну, память подводит. Там такая же дама стоит, и там как раз телеканал «Усадьба». Там перед ней их штук 50 флаконов всевозможных. И она все это говорит, говорит, чтобы... Работает примерно как удавка. Вот. Ближе, 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 купите, купите. Их задача продать. Причем 99%, 95%, они не нужны вообще людям. Не режь и не придется замазывать. Не режь и не придется лечить. Поняли? Так вот, сейчас я после этой... Ну, вы понимаете, февраль всем важных дел. Главных, так и написано. Главных дел. Вот тут вот так и написано. Вот, видите? Я ничего не выдумал. Тогда мы с вами сейчас возьмем и просто послушаем талантливую передачу талантливых людей. И вы поймете, во что превратили наше садоводство. Итак, уральские пельмени. Поехали. Я делал... Почему это? Не все видели. Так не бывает, чтобы все видели. Не бывает. Давайте посмотрим специально. Глазами садоводов. И не самых богатых. Вот почему я вам это показываю. Сколько вам? 1800? Жара прямо не могу. Да, жарко в теплице. Дим, дай мне 4200. Зачем еще? Ну, я установлю автоматические открывалки для форточек. СМС-ку отправляешь, и форточка автоматически открывается. Дожили. Уже форточком СМС-ки отправляем. Чем? Ну, вот что, очень удобно. Считай, ездить не надо, проветривать. Зато всегда помидорчики свои. И деньги не надо тратить. Да? А 4200 не деньги, что ли? Не, ты надоело уже, понимаешь? Дай, 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 дай. Вот давай сейчас возьмем и посчитаем, во сколько нам твои помидорки обходятся. Так, давай. С самого начала начнем. Так. Сама теплица, каркас. 14500. Так. Так, поликарбонат. Четыре листа. 8000 я тогда заплатил за него. Так, доставка. 1600. Какая доставка? Ты сам все на своей машине довез. Да? Ну, у меня два метра поликарбоната из багажника торчало. Эй, полторы тысячи штраф за негабаритный груз. Ну, полторы тысячи, не 1600. 1600. Я еще у Гришника за 100 рублей красную тряпочку купил. Дальше что у нас? Установка теплицы. Мы ее соседам вдвоем ставили. Он выпил 6 бутылок водки. Вы выпили. Хорошо. Мы выпили. Он выпил одну бутылку водки. 300 рублей. Дальше поехали. Навоз в теплицу. А что навоз? Он уже был? А он был снаружи теплицы. У навоза, знаешь, ног нет. Тысячу рублей я отдал таджикам. Дальше поехали. Что там? Семена. А что семена? 20 рублей пакетик. Один пакетик 20 рублей. Нам же надо было весь помидорный спектр выкупить. От дамских пальчиков до бычьего глаза. Бычьего сердца. Простите. Я не совсем разбираюсь вырыть помидорных говядиней. Это вот, знаешь, 3000 на семена. Дальше. Это во-первых семена. Во-вторых, я вот этого посчитаю. Гнома, который должен стоять на входе в теплицу. И охранять помидорки от негативной энергии. Сколько вам? 1800? Гном. Мне кажется, живые дешевле вообще гном. Так, что дальше? Торфяные горшочки для рассады. Ну, что там? 120 рублей 60 штук. Угу. Мы же за ними на вторщермет ездили. В нашем магазине они на 6 рублей дороже. Ну, съездили, сэкономили зато. Сэкономили, да. Еще полторы тысячи штраф за негабарит. Перевозка вот этой рассады. 3100 рублей. Какие 3100 рублей? Такие. 3 тысячи химчистка салона и 100 рублей я тебе на валидол. Потому что я, видите ли, ящички друг на друга поставил. Итого, 33 тысячи 400 рублей. 33 400! Это я еще колышки не посчитал. А колышки-то что? Ты их сам сделал из старых досок. Вот именно. Я их сам делал. Три часа влазился с этими колышками. Я высококлассный специалист. Мне 600 рублей в час платят на работе. А я с этим, я посчитаю принципиально. 1800. Я еще сейчас твои посчитаю трудозатраты. Ой, зачем я эти колышки вспомнила? Так, значит, 40 тысяч в месяц ты получаешь. Это если даже грубо. 160 рублей в час. Ты по 2 часа каждый день, все лето здесь торчишь. Так, 320 на 90. Просто плюсуем, значит, 28 800. Дима, ты такой мелочный. Вот ты еще воду посчитай. Воду дарил. Хорошо. А вот эти все, знаешь, мелочи вот это вот. Леечки для полива, веревочки для подвязывания, грабельки для рыхления, щипчики для посынкования. И вот этот вот. Апугей. Агропромышленного трэша. Мини-плужок для аэрации. Включим. Еще. 2000 минимум. И того, значит, 69 400 рублей. Ну и через сколько ты планируешь собрать? Помидер. В том году собрали у мамы шесть ветер. Ну это потому, что все тля поела. А, во, еще тля. Мы сейчас брали такое супер дорогое против тли. Этот, электронный отпугиватель тли, вот. Вот где он? Ну он не очень. Зато на нем гном хорошо смотрится. Подставка для гнома еще. 2 300. Итого у нас получается 71 700 рублей. Делим на шесть бедер. 11 950 рублей в ведро. Получилось. Это мы что выращиваем, а? Это мы что, осетров выращиваем, что ли? Давай считай, что это мое хобби. Недорогое хобби-то. Я спиннинг купил за 3000. Ты что, с ума зашел? Как в городу тряслась. А тут петро помидоров 12 косарей. Нормально, хобби такой. Так, друзья, посмотрели. Еще раз возвращаемся к теме. Вот к такой вот. Эта тема стала ужасом для садоводов. Куда мы идем? Совершенно. Я знаю несколько мест, где нас грабят. Ну, во-первых, в темных подворотнях. Но там рискует не только обыватель, но и тот, кто его грабит. Он может получить сдачу. Он может 10 лет потом сидеть в тюрьме. Но вот эти вот два места. Это продажа и реклама лекарств. И это абсолютно, которое гарантирует вам спокойную жизнь. И только короткую, к сожалению. И продажа все, что относится к садоводству, овощеводству, птицоводству. О, нет. Цветоводству это тихий ужас. Продолжение следует...